Привет зрителя! Предлагаю вам ознакомиться с ночным обзором Mitsubishi ASX или Mitsubishi ACX Вот я по-разному называю и каждый выбирает себе свое название но мне кажется модель ясна Давайте приступим, давайте посмотрим что предлагает нам компактный городской кроссовер в ночной среде обитания Давайте оценим, сможет ли он на ночи обеспечить нам хорошую светимость и сперва посмотрим на то, что он продуцирует Полностью активированы возможности света вообще максимально дальние, ближние при туманке и для галогенок я считаю, что свет очень хороший Нет, он прям отличный Вот давайте так, потому что недавно Vesta у нас была на тесте ночном там был просто очень хороший свет Здесь отличный галогеновый свет который в принципе максимальный мне кажется для такого вида оптики Дальняя зона, ближняя зона линзованная поэтому все это вместе активно работает и обеспечивает отлично световой пучок так что постарались Вот ближний из-за этого хорош потому что линза большого диаметра оптимизирована как раз под ближний поэтому мы естественно все хорошо видим Ну и светодиодная часть единственная вот эта вот длинная светодиодная часть и туманка классическая Так что из новомодных решений исключительно ДХО, они же габариты Вот такие вот дела Пойдем далее Здесь у нас повторитель поворота в кожухе зеркала Все правильно, светодиодный он И сзади что? Ну вот сзади вот сказать что есть какие-то особенные решения разве что вот эта вот блямба из множества диодов которая в целом на мой взгляд со старой части и перекочевала без изменений потому что машина у нас по сути обновленная и главное это конечно нижняя часть смотрите по спортивному по центру у нас сзади протуманный фонарь вот так вот мы ознакомились с возможностью света на мой взгляд в принципе из того что эти вот ромашки или как назвать цветочки тормозных огней они же габариты сейчас очень узнаваема сзади машина ну и видите я стыдливо прикрыл номер тряпочкой неожиданно обнаружил здесь паркон чего мы здесь только не видели и милиционеров и кого-то там еще и брошенные машины внутри еще парконы ездят кому здесь на этом отшибе по-моему без паркона видимо днем гоняют но не в час же ночью итак багажник врачи багажник небольшой кстати очень скромный естественно машины это купированный outlander по большому счету если говорить прямо для тех кому не нужна большая машина мы видим что очень скромно очень скромно вкладыш еще с полноразмерным запасным колесом наверное днем посмотрим не видно ничего один фонарь даже у Vesta сейчас два фонаря в багажном отсеке так что к сожалению высокую оценку за заднюю часть я не могу поставить сами понимаете когда открываешь едва-едва что ты можешь различить что-то говорить сзади тоже в принципе машин для того чтобы кого-то водить сзади так что оценивать заднюю часть не будем вовсе и переходим сразу вперед удивительно но нет у нас здесь светодиодов обычные лампы и не могу сказать что они чем-то плохи но хотелось бы более яркого более внушительного света но увидите я оказался абсолютно прав относительно возможности освещения очень хорошо видно да то есть вот он классный галогеновый цвет так что кто конечно любит ксеноновые диоды скажет ой вот он старевшие лампы ставят дешевые но тем не менее мы видим что обеспечить должную светимость вполне возможно и с ними далее так у нас задняя передача стоит можем оценить камеру заднего вида ничего у нас здесь не поворачивается направляющие есть абсолютно статично вот такие вот дела да и камера качество скажем так не самого высокого разрешения так что ожидать супер видеосигнал не приходится да и никакого здесь ни краевого обзора ничего нет на счастье огромные зеркала ну это опять же днем надо смотреть сегодня мы оцениваем ночь к сожалению порадоваться здесь особо не за что пример подсветки кнопок управления подъемниками вообще нет единственное что водительская детона столько блекла что ничего не видно корректор фары видно кстати на счастье можно вот пучок подвигать давайте посмотрим отлично двигается пучок у многих сайт загрузится и едут вообще ничего не регулируя всех слепят ну а так вот действительно очень хорошо видно ночью замечательный свет галогеновый удивительно в остальном сочетание оранжевого и белого приборная панель белая ночью считается лучше чем днем наверное но все равно очень много рисочек в итоге глаз начать замыливаться хотя наверно создается ощущение скорости колесо с подсветочками ну тоже достаточно блекловато все светится давайте посмотрим на возможности мультимедиа что у нас здесь ну вот ты не топовая мультимедиа и машина сама топовая мультимедиа у нее от старшего лондора не положено да то есть никаких и android auto ничего решительным образом слава уходе тут есть вот такая вот ситуация но и внизу мы видим подсветку климат-контроля подсветку управления режимом трансмиссии главная кнопочка 4 воды вот это самое главное это в целом поставил один раз 4 воды поехал может все достаточно внятно сделано кстати интересно что разными цветами активируется давайте покажу кнопки режимами управления подогревом зеленая слабенькая оранжевая более сильный интерес сразу понятно насколько вас сильно прожаривает заглянем в бардачок сейчас оценим что у нас здесь ниже честно ухты какой интересное свечение это будет бирюзой светит забавно ну и все равно столокотники ничего то есть целом машина очень темная и в ночи не порадует владельца именно в салоне потому что ну как-то совсем уж пресно а вот тут можно было как-то разнообразить ночную тему ну хоть что-нибудь такое более-менее яркое как сейчас модно но зато внешний свет хорошие это главное потому что бог с ними сушечками главное что вы все видите вас видят отлично на этом заканчиваем ночной обзор все посмотрели все оценили он для тех кто любит с эти еще часть все ли забываю есть есть тут подсветочка маникюр на зеркаль зеркальце все нормально все на этом прощаюсь как всегда немножко сбивчиво потому что концу дня мозги вообще не работают и и прошу просить ночные обзоры они на той ночные чтобы слабо слабо соображать но оценивать возможности света до новых встреч пока